Меня зовут Катерина, мне 37 лет. И я являюсь основателем, руководителем и технологом пекарни Перфета город Уфа. Также есть еще один очень важный человек для нашей пекарни. Это мой партнер, друг, который тоже зовут Катерина. И мы вместе с ней в интересном таком союзе создаем, творим и развиваем нашу пекарню. Наша пекарня молода, ей всего 9 месяцев. И мы открылись 2 февраля этого года. Идея возникла, ну как всегда, наверное, с хобби. Было увлечение правильным питанием. И, соответственно, я искала подходящий хлеб, чтобы можно было его употреблять в рамках этого правильного питания. И стала изучать эту тему очень глубоко. Это все переросло в более глубинное обучение. Я обучилась в онлайн-школе по хлебу на закваске. И дальше была стажировка, обучение в Москве, в безрыжевой пекарне, где я обучилась вот этой технологии заквасочной. И привезла эту технологию в Уфукно. Была очень давняя мечта открыть семейную пекарню. Ну и, соответственно, наши идеи и мечты совпали. И в один прекрасный вечер мы предприняли такое решение открыть нашу семейную ремесленную пекарню. С Катериной мы знакомы давно, да, очень давно. Мы работали с ней на предыдущем месте работы. Потом какое-то время не общались, у нас судьба развела. А потом, видимо, пришло время появиться в пекарне. Когда все звезды сошлись, и мы, в общем-то, встретились и организовали наше совместное дело. Что такое ремесленное? Здесь очень много человеческого труда. То есть каждое изделие с огромным вниманием, с огромной любовью. То есть такой индивидуальный подход. Вот это и есть концепция. То есть качественный, полезный хлеб, хлебобулочные изделия и вот десерты. То есть все готовим, скажем так, ну такой индивидуальный подход ко всему. Ручной. Очень много ручного труда. Важна тема экологии. И мы за экологию. Поэтому в нашем производстве и при продажах мы используем только крафтовые пакеты. Никакого пластика, ни полиэтилена. И это очень важный пункт в нашей деятельности. То есть стараемся максимально без всякого пластика, чтобы больше еще не вредить природе. Основное, душа хлеба, говорят, это закваска. И в первую очередь мы в нашей пекарне работаем с закваской. Мы ее каждые 12 часов подкармливаем. Она у нас живет в определенной температуре, в определенном холодильнике. Дальше эта закваска идет в замес хлеба. Наш хлеб состоит из муки, воды, закваски и морской соли. Представляете? То есть там нет ни улучшителей, ни ускорителей, ни дрожжей, ни каких-либо других, другой химии. То есть только из этих ингредиентов. И от момента замеса и до выпекания каждая буханочка проходит цикл в 24 часа. Представляете, это вот какой процесс трудоемкий, непростой. Очень важно соблюдать температурный режим. Температура теста очень важна. Если тесто, предположим, уже 26 градусов, то все с ним. Невозможно уже работать и никакой хлеб не получится. Температура расстойки очень важна. В какой температуре хлебушек ночует. То есть мы его замешиваем, потом отправляем в холодную расстойку. И целую ночь хлеб сам себя ферментирует. И только утром его пекаря отпекает. То есть вот такой вот непростой цикл. Также у нас же есть французские круассаны по французской технологии. Здесь тоже очень трудоемкий и непростой процесс. Во-первых, ингредиенты, сырье. Работаем на сливочном масле, обязательно на качественном. На качественной муке. При определенной температуре тоже они готовятся. То есть много-много-много таких вот составляющих, которые нельзя нарушать. И от которых зависит качество. Итог нашего конечного продукта. У нас представлен хлеб бездрожжевой на закваске разных видов. Есть темные сорта на ржаной закваске. Есть пшеничные, цельнозерновые хлеба. Также представлена венская выпечка. Мы разработали также тесто для пиццы бездрожжевое. То есть можно спокойно, заботая о своем здоровье, кто любит пиццу, можно спокойно есть. Потому что тесто тоже отферментированное, правильное. Также присутствуют у нас булочки различные. Десерт тоже все джемы, все крема мы варим вручную. У нас нет никаких полуфабрикатов. Наш кондитер полностью создает с нуля все полуфабрикаты и, в общем-то, все изделия. Основные инвестиции, конечно же, пошли на оборудование. Мы приняли решение закупить итальянское новое оборудование. Но это порядка около двух миллионов на оборудование и на инвентарь. То есть чтобы пекарям, нашим кондитерам, нашим работникам хорошо работалось, чтобы нигде ничто не подводило. Ну и плюс оборудование помещения где-то в районе миллиона. Ну вот примерно плюс-минус вот такая сумма нам обошлась на открытие пекарной. Через полгода мы вышли в ноль. И на сегодняшний день мы видим рост нашей прибыли. Показатели нас радуют. И, собственно, ждем еще больших результатов. Сложности, конечно, были. В первую очередь эти сложности были связаны с кадрами. Потому что на сегодняшний день пекарей, которые работают с заквасочным тестом, практически нет. И наш персонал мы полностью с нуля взрастили, передали технологию, обучили. И вот по сей день они в нашей команде трудятся. Также круассаны. Это вот французская технология. Очень мало специалистов. И вот этой технологии нам тоже пришлось обучать. То есть все с нуля. Мы создали, обучили и внедрили, скажем так. Вторая сложность – это, конечно же, мы столкнулись с возражениями. А почему дорого? То есть какое-то время нам пришлось доносить прям информацию, как происходит у нас производство ремесленного хлеба, да. Какой цикл непростой. Вот. И потом уже, конечно, все эти вопросы сами себя исчерпали, потому что люди уже стали приходить, пробовать, сравнивать. И мы сейчас получаем очень такую хорошую, обратную, добрую связь, благодарности, что вот мы есть такие и создаем вот такой ценный продукт. Наша команда состоит из девяти человек. Я не знаю, много это или мало, но у нас очень дружная, сплоченная команда. Пекаря понимают свою задачу. И они очень-очень добросовестно к ней подходят с любовью. И у кондитера тоже, и у пекаря-слойщики. То есть в целом у нас подобрался такой очень хороший коллектив. Я его очень люблю, и я им передаю огромный привет, и я им очень благодарна за их труд. Правда, это очень колоссальный, большой-большой труд. Спасибо им. Мы планируем в следующем году открыть минимум шесть точек. Да, это наши такие дерзкие планы. В разных районах города Уфы. Сейчас как раз-таки это все на стадии разработки, проработки. Мы это все считаем, анализируем, смотрим. Ну и, конечно, очень важна тенденция, какова она будет дальше, да, вот с коронавирусом, с этой эпидемией. То есть вот очень многие факторы мы сейчас анализируем. И примем решение, в какое время это сделать. Начинающим предпринимателям я бы посоветовала, первое, верить в свою мечту. Конечно, препятствий очень много. И есть личные препятствия, страх, неуверенность, плюс еще вот экономическая, да, там обстановка. Но все равно делать шаги, прям делать, делать шаги в направлении к своей цели. У нас даже есть такая притча с Катериной, и вообще мы ее вот рассказываем нашим сотрудникам. Если можно, я расскажу о ней. Однажды лягушка попала в горшочек с молоком. И она настолько хотела жить, настолько ей было важно выбраться, и она начала шевелить своими ножками. Она настолько интенсивно шевелила, взбила молоко в сметану, в сметану, в масло, и она выпрыгнула. И наш девиз – двигать лапками, двигать ножками, двигаться, 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 несмотря ни на что. Поэтому вот такие советы, такие вот рекомендации я бы дала начинающим предпринимателям. Я вообще очень люблю конкурентов, и на самом деле я не воспринимаю их как своих конкурентов. Почему? Потому что я верю, что пути не пересекаются. У каждого своя история, свой продукт, да, даже один и тот же хлеб в разных пекарнях, он будет по-разному, да, звучать. Вот, поэтому я знаю, что на сегодняшний день в Уфе есть пекарни, которые производят бездрожжевой хлеб. Ну, во всяком случае, они заявляют так. Я знаю, что есть подобные, как наши маленькие ремесленные пекарни. Вот, но на самом деле я очень радуюсь, когда я вот слышу, что открылась или открывается какая-то такая вот ремесленная пекарня. Почему? Потому что здоровый, правильный хлеб, выпечка становятся ближе к людям, и у людей есть выбор, да, они могут выбирать между магазинной продукцией или, скажем так, продукцией ручного труда. Продолжение следует...